Стало известно, что правительство области потребовало от МУП «Водоканал» вернуть 185 миллионов рублей, выплаченных по кредиту Европейскому банку. Чем могут обернуться эти требования? В начале месяца поступило требование, подписанное губернатором Органской области, о возмещении 185 миллионов рублей, уплаченных администрацией области по договору гарантии по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Эти 185 миллионов бюджет области заплатил в мае, были они удержаны из бюджета. Перед этим было принято соответствующее бюджетное решение. При этом, когда решение принималось, речи о том, что средства эти немедленно будут взыскиваться с предприятия, не шло, возможно, для того, чтобы оно было утверждено депутатами областного собрания. Тем не менее, 10 дней, которые у нас были для того, чтобы возместить указанную сумму в бюджет области, они уже истекли. Естественно, предприятие не смогло возместить эту сумму. Во-первых, сумма значительная. Это двухмесячный бюджет предприятия. Эти деньги необходимы для обеспечения очистки и подачи воды в город и приема и очистки стоков. Остановить деятельность предприятия в этой части, конечно же, мы не можем. Нельзя прекратить оказание услуг населению. Почему Водоканал не смог выполнить свои обязательства по кредиту? В чем причина? Начиная с 2011 года регулированием тарифов области водоснабжения и водоотведения занимается администрация области. Все решения о всех решениях и администрации, агентства по тарифам, которые под контрольной администрации, все извещены. Все знают, к чему это может привести. Начиная с 2012 года перестали утверждаться заявки и траты, заявленные по кредиту и БРР. Перестали оплачиваться работы, выполненные подрядчиками. И начала накапливаться невыплаченная задолженность перед банком. К концу 2012 года она составляла 11 миллионов рублей. В 2013 году, с учетом всех выплат, которые должны были быть по кварталам, это уже было более 40 миллионов рублей. Ну и в 2014 году терпение банка на этом закончилось. Решений никаких принято не было соответствующих. О возобновлении текущих платежей по кредиту. Никаких затрат, чтобы заемщик, то есть МУП «Водоканал», смогло оплачивать долги по кредиту, тоже не было принято. Эти решения могут быть только тарифные. Затраты по кредиту и БРР никаким образом не включались при утверждении тарифов. Поэтому, не имея строки, не имея обоснования в бюджете предприятия для того, чтобы оплачивать кредит, начиная с 2012 года, мы не смогли оплачивать. До 2012 года, когда была осуществлена выборка более 200 миллионов рублей, предприятие смогло оплачивать и проценты по кредиту, и оплачивать, возвращать основную задолженность. Это более 40 миллионов рублей мы по основной задолженности возместили. Поэтому нет затрат в тарифе, не учтено это никак, предприятие не смогло это оплачивать. И следует учитывать, что на операционную деятельность, на производственную деятельность предприятия также ежегодно финансирование закладывалось с убытком. То есть более 200 миллионов рублей, начиная с 2011 года, предприятие ежегодно несет убытки. На сегодня накопленный убыток более 700 миллионов рублей. Поэтому заплатить предприятие не имеет никаких финансовых возможностей. Видя, что никаких решений не принимается, договор гарантии, фактически заключенной администрации области с ЕБРР, тоже не выполняется. А там написано, что заемщику должна возмещаться вся недополученная выручка, образовавшаяся в результате неповышения тарифов. Договор не выполняется, соответственно, ЕБРР вынуждена была обратиться с таким требованием одномоментно погасить всю имеющуюся на данный момент задолженность. Можно ли было избежать этой ситуации? Что предлагал муниципалитет? Начиная с 2012 года, когда стало ясно, что мы не сможем своевременно рассчитываться в необходимых объемах, проведено очень много совещаний. Совещания проводились в администрации области. Нас привлекали к этим совещаниям. В мэрии города предлагалось в 2012 году решить проблему платежа одного квартала. То есть, если бы были заплачены в 2012 году 11 миллионов своевременно банку, продолжилось бы финансирование. И самое главное, что можно было бы продолжить и сами работы. Сегодня работы ведь не закончены. В 2012 году снова на неоднократных совещаниях мэрии предлагается найти возможность возместить предприятию недостающую выручку, опять же, только для платежа по кредиту и БРР. Более 40 миллионов рублей решений также не было принято. Ну а 2014 год мы ситуацию на сегодня увидим. Насколько эффективно была использована израсходованная часть кредита, 203 миллиона рублей? Из всей кредитной линии, предоставленной банком, 346 миллионов рублей, израсходовано 203 миллиона рублей. В первую очередь, это финансирование системы управления насосными станциями, система СКАДА, она работает, начиная с 2011 года в полном объеме. Это распределение воды во всех районах города на районных насосных станциях. Вторая составляющая инвестиционного пакета – это финансирование работ по строительству, в первую очередь, кольцового водовода. При условии своевременных выплат банку финансирование проекта было бы продолжено, подрядчики закончили бы работы, мы имели бы возможность в первую очередь кольцового водовода запустить в эксплуатацию и использовать сегодня при проведении различных отключений, которые мы проводим на наточнике при проведении аварийных работ. То есть у нас бы эта часть кольцового водовода в 2 километра, она была бы в рабочем состоянии, и самое главное, она бы использовалась для поддержания улучшенных параметров системы водоснабжения. Я уже сказал, что решить вопрос можно было суммой в 11 миллионов. Продолжилось бы финансирование, закончены были бы работы.